Всем привет! Мои хорошие, с вами Светлана. И сегодня у нас интереснейший обзор за тест новинок Фаберлик. Это серия Би Роял. Итак, поехали! Серия у нас с вами включает молочко, сыворотку, два крема, дневной и ночной. Их не перепутаешь. Дневной у нас золотой, ночной у нас такой кремового цвета. Крем кремового цвета. В этой линейке еще есть крем для век, но я его брать не стала, потому что я все это дело не люблю. Я люблю, когда один продукт на все лицо, и он круто работает. С чего мы с вами начинаем? Артикулы я вам, к сожалению, не скажу, потому что ни одного из них на баночке нет. Артикулы остались на коробках, но эту серию совершенно нетрудно найти, потому что она достаточно дорогая. По ВИП-программе ее будет брать гораздо выгоднее, потому что это новинка следующего или уже текущего каталога. Не знаю, когда выйдет обзор. Так, ну что, сейчас мы будем с вами умываться на момент снятия макияжа, тестировать это молочко, вообще как оно себя ведет на лице. Я не любитель молочка, сразу вам скажу, я больше люблю мусс, мне кажется. Именно муссовые текстуры очищают кожу гораздо лучше. Это вот лично мое мнение. Поехали! Я слегка смочила лицо, немного смочила руки, давайте приступать. При покупке этого средства, кто обзор не смотрел, здесь была такая крышечка, которую было достаточно тяжело вытащить. Молочко вот такое вот жиденькое. А в этой серии есть еще тканевая масочка, она у меня тоже есть. Но сейчас, девчонки, прям вот совсем некогда делать тканевые маски. Точнее, когда маски есть, может быть, и делать, но снимать это дело некогда. Так много дел навалилось, чтобы под конец года прям вообще разгребать да разгребать. Вот добавляю, видите? То есть молочко имеет деликатную одушку. Я не чувствую здесь абсолютно никакого меда. Это достаточно вкусное, еле уловимое. Так, знаете, люксовая одушка, дорого-богато. Ну вот приятненькая, прям приятненькая, но еле уловимая. То есть вот когда подношу к носу, чувствую, а так когда по лицу вожу, не чувствую. Я побелела немножко, да? Начинает, наверное, пениться. Мы сейчас попробуем с вами в руках еще раз пениться оно или нет. Вот. И на масочку тканевую я тогда попозже немножко сделаю отдельный прям обзор в Дзене. Ролик коротенький выложу. Почему в Дзене? Потому что мне там нравится больше. Во-первых, во-вторых, это основная моя площадка на данный момент для работы. А в-третьих, там ролики до двух минут короткие можно снимать вертикальные. А на Ютубе минута. Ну что, за минуту можно рассказать. Ничего. Поэтому я не люблю так шут снимать на Ютубе. А вот ролики на Дзене по 100 штук в день. Так, я хочу попробовать. Я вижу уже, что на руках у меня остается кушон. У меня на лице сегодня был макияж палеткой Фаберлик. Тушь достаточно такая, которая тяжеловато смывается. Молочко совершенно не распенивается в руках. Вот просто ни в какую. Оно вообще не хочет пениться. Оно более того еще больше тает. О, интересно. У меня есть уже сказать, что по крему для умывания АСЮ. Но это будет другой ролик. Давайте смывать косметику. Видите, оно какое интересное. Вот хоть чуть-чуть бы пенялось. Нет, вообще не грамма. Собственно говоря, чем славится эта линейка? Что в ней такого особенного? Почему она такая дорогая? Во-первых, здесь богатые составы. Слушайте, мне кажется, я уже тушь сняла. Прям вот мне уже кажется так. Ой, глаза щипят. Но я вот не чувствую. На ресницах уже тушь. Прям вот не чувствую. Слушайте, я пошла умываться. Ждите меня. Да ладно. Даже поболтать не дали с вами. Слушайте, прям все идеально смылось. Мне кажется, у меня лицо выбелилось. Да. У меня лицо выбелилось. Реально. Вот посмотрите, даже сейчас декольте. Офигеть. Я не читала подробности, карточку товара про это средство. Но, по-моему, я там ничего такого не видела, чтобы лицо выбеливало. Но лицо выбеливает. Реально. Да-да-да. И оно идеально чистое. То есть вот поры все чистые. Косметику смыла, но ура. Хотя у меня вот до этого какая пенка. Риноваш вот стоит, заканчивается. Она у меня эту тушь с первого раза не смывала. Нет, не смывала. Тут, посмотрите, молочко и кожа скрипит. Кожа скрипит. Она сухая. Она подсушенная. Нужно ее напитывать. Вот это ощущается. То есть она прям сухая. Но, слушайте, за такой классный эффект. Да мне пофигу, что она сухая. Я в любом случае потом буду наносить сыворотку, крем. Но реально выбеливает лицо. Придется чаще автозагаром пользоваться с таким молочком. Вообще такая разница. Обалдеть. За один раз. Представляете? Так в чем фишка этой серии у нас с вами? Ну, во-первых, тоник наносим. В этой серии не хватает еще тоника. Может выпустят. Я не помню, если честно, есть он или нет с конференции, когда представляли все новинки этого года. Тут экстракт меда. Поэтому, если вы аллергик, лучше напишите в обратную связь, каким образом они туда этот экстракт встроили и сможет ли он вызывать аллергию. Лучше спросите. Потому что назвать могут как угодно, а по факту совершенно другое. Мы сами об этом знаем. А то все сейчас начнут пугаться. Ой, у меня на мед аллергия. Ну, простите. Вы его внутрь не употребляете? Это во-первых. Во-вторых, через кожу из этого экстракта, которого здесь какая-то доля. Ну, что у вас сосется? Поэтому я сомневаюсь. Сомневаюсь. Конечно, вообще фаберлик, средства, которые вызывают аллергию, это крайняя редкость. Во-вторых, здесь частички золота, забыла, какой-то там пробы, которые обладают очень крутыми эффектами, плюсом позволяют полезным компонентам средств проникать еще глубже, нежели без этих золотых частичек. Вот так. Сыворотка. Сыворотка прекрасная. Объем, я не помню, по-моему, 30 мл. Здесь вот ничего нет. Пипетка очень удобная. И здесь есть вот эти золотые частички. Мы с вами в обзоре заказа, когда все это дело на руку наносили, золотые частички при распределении по коже, не при соприкосновении, нет, а когда уже начинаешь распределять, они исчезают, то есть растворяются. Поэтому не бойтесь, что у вас останутся какие-то там блески, золото, и вы будете все ходить, такая в золоте сиять. Ой, очень комфортно. Вот на руке она у меня, кстати, вызывала липкость. Сейчас посмотрим. Так. Аромата сыворотка практически никакого не имеет. Вот совсем отдаленно от... нет, никакого. Никакого, нет, вообще никакого аромата нет. Вот она такая, знаете, еще не впиталась, и с ней хорошо будет помассажироваться. Вот она еще не впиталась. Люблю такие сыворотки, не люблю, которые вот прям как водорасы впитались. Хочется что-то еще на лице поделать. А нет. Нет, вот еще нигде не впиталась. Видите, лицо блестит. Я не скажу, что она такая масляная, но она такая слегка тягучая. Слегка тягучая, и вот на пальчиках я прям чувствую питание. У меня прям так пальчики, даже кутикула вокруг смягчилась. Вот чувствую прям хорошее питание. Еще не впиталась, нет. Можно уже запечатывать кремом, но мне интересно на самом деле впитается или нет. И как быстро. Вот начинает впитываться. Массажируем пока, можем сделать легкий лимфодренажный массажик себе, чтобы не опухнуть с утра. Да, у нас, кстати, с вами сегодня вечерний уход. Про утренний крем расскажу завтра утром. Может, маску сделаем, посмотрим. Есть легкая липкость, видите, легкая, легкая. Я думаю, сейчас это все дело пропадет. Есть эффект увлажнения, есть элемент питания однозначно. Вот сейчас вот после того, как мне кожу после умывалки немного, много подсушила, я чувствую, что все, вот я сыворотку нанесла, и мне прям достаточно. Можно дальше ничего не наносить, кожа хорошо. Но липкости есть. Липкость пока легкая есть. Здесь вечерний уход наносим задолго до сна, за два. Ночной крем вот таким вот образом выглядит. Здесь такие крышечки у нас с вами. В нем тоже есть золотые частички, но они так не бросаются взгляд, потому что он сам такой слегка вот желтоватый, светло-бежевый, и их поэтому не так видно. Я вот так сейчас крышечки сделаю, можно? Так, и будем запечатывать сыворотку. Он очень плотный, он прям такой как баттер. Вот, надеюсь, что питания на зиму от этих средств будет хватать, потому что сейчас закончилась серия коллаген. Она великолепная, она прям творит чудеса за свои копейки. Она мне очень понравилась, но мне так не хватало питания, потому что сейчас после сильных морозов кожа вообще себя просто в стрессовом состоянии чувствует. Подсыхает, и вот сколько этой серии не наноси коллаген, не хватает кожи, чувствуется уже, что не хватает. Надеюсь, здесь хватит. Так, на декольте. Давайте смотреть. Плотный, плотный крем. Здесь есть уже отдушка медовая, но она такая вкусненькая, медово-фруктовая. Я бы вот так сказала, в нос не бьет никак медовый шампунь Фаберлик, у меня от него просто рвотный рефлекс, если честно. Ну, медовый, он один Фаберлик такой, медовый. Нет, здесь все очень деликатно и нежненько, еле уловимая такая. Слушайте, моя кожа съедает, моя кожа нравится. Это питательный крем, это действительно питательный крем. Вот такой бы на день, вот такой бы на день, а не на ночь, потому что у нас на день с вами, ну, может и понравится. Завтра попробуем гель, такой гелеобразный крем. Мне прям показалось, что мне его на день будет мало, потому что перед выходом на улицу хочется такое вот что-то плотненькое на лицо наносить, но запечатывать еще сверху все это дело кремом серии зима, я так не люблю кожу, вообще-то обалдеть, уже здравствуйте высыпание. Слушайте, ну вот, я сияю, то есть я прям напиталась хорошо, прям очень хорошо, липкость легкая пока есть, одно слоение на сыворотку, это не крем явно, но такая легкая-легкая, прям хорошее, хорошее питание, прям на губы хочется везде нанести, слушайте, вот прям губы даже разгладились, губы тоже сейчас дико сохнут, прям вот так, очень хорошее питание, прям очень питательный крем, подойдет сухой, возрастной коже, подойдет зимой сейчас любую кожу, потому что жирную тоже надо питать, класс, по-моему возрастного ценза у этой линейки нет, ну, я думаю, 25 плюс, вот где-то так, прям классно, слушайте, моей коже очень понравилось, она прям съедает, она съедает, уже практически все впитало, класс, мне пока нравится очень, я с утра вам обязательно покажу, как выглядит кожа, потому что я ночные кремы, я вам уже рассказывала, люблю оценивать по тому, как выглядит кожа с утра, но выбеливающий эффект до сих пор виден, вы это видите, да, по сравнению с декольте, какая разница в цвете, здесь у меня прям полнейший шок, это еще огромный плюс, надо почитать, посмотреть, может там есть какие-то ингредиенты, которые именно за борьбу с пигментацией отвечают, так, ну и спокойной ночи, доброе утро, продолжаем и смотрим, как выглядит кожа с утра, мне в принципе все нравится, кожа напитанная, кожа гладенькая, кожа упругая, вот выглядит достойно, проснулась и выглядишь хорошо, мне понравилось, вот знаете, какая-то более плотная, что ли, тактильно, по ощущениям такая вот, более упругая, более плотная, так, теперь у нас с вами утренний уход, и что мы будем делать? Мы будем умываться опять молочком, я, кстати, почитала ни в карточке товара, ни в каталоге нет ничего, про высветляющий эффект, про борьбу с пигментацией тоже ничего нет, упругость, лифтинг, подтяжка, возрождение, много всяких полезностей, но вот про выбеливающие эффекты, про пигментацию совершенно никакого нет слова, очень много антивозрастных компонентов, именно антивозрастное действие, очень интересно, сейчас вот умоемся, еще раз посмотрим, я даже сейчас на утро вижу, что у меня лицо светлее, чем декольте, чудеса прям какие-то, в карточке товара было написано, что молочко даже можно наносить на ватный диск и таким образом умываться, но я это никогда не понимала и не понимаю даже в школе, так, нанесла на руки, немножко вот так сейчас с вами по ладоням пройдемся и будем умываться, я люблю с утра более такие скрабирующие что ли средства, в общем, в карточке товара написано, что подходит и на утреннее применение, то есть применять я сегодня с декорта хочу попробовать, а то я сейчас высветлюсь, и на вечернее, утреннее и вечернее применение, поэтому вот так, вообще вещь прикольная, с ней тоже можно делать массаж, вот прям скользит, это не какая-то масляная основа, это именно молочко, но оно такое вот интересное, с ним тоже можно слегка поделать массажик, лимфодренажный особенно, сотриться, чтобы у нас все отеки сошли, так, как следует, с щеточкой можно попробовать еще это молочко, будет эффект, мне кажется, в сто раз круче, но оно и так себе неплохо показало, я прям беру свои слова назад, по поводу того, что мне кажется, что молочко очищает хуже, чем пенка, нет, ничего подобного оказывается, есть молочко, которое даст фору любой пенки, так, ну все, смываем, ну красота, прям вот красота, я люблю с утра масочки, но не тканевые, потому что утро проходит в движении, с тканевой масочкой надо лежать, поэтому мы ее все-таки оставим с вами на следующий раз, или ролик отдельный, цене будет короткий, тонизируемся, сыворотка у меня будет, сейчас и дневной крем посмотрим, и патчи, сейчас чуть-чуть прям сыворотки возьму, потому что хочется на действие крема больше посмотреть, он действительно гель, ночная она сами, кремообразная текстура довольно питательная, а этот гель, сыворотка, если сверху тоник, еще это в принципе достаточно может быть одной капли, да, так, просыпаемся, берем крем, он выглядит еще круче, еще более золотой, чем все другие средства из этой линейки, и он представляет собой именно гель, вот он уже из баночки вывалится, если вот наклонить, видите, тут много прям золотых частичек, показывала, в обзоре заказа близко, их прям очень много, но они тоже все на коже растворяются, кстати, вчера первые 10 минут после вечернего ухода ходила там делающие дела, ощущала все-таки эту медовую отдушку от себя немножко, вот первые 10 минут здесь, ну в принципе она такая же, как у ночного крема, но даже менее медовая может быть, хотя сейчас посмотрим, нанесем, посмотрим, это прям гель, прям вот гель-гель, как алоэ вера, я надеюсь, что будет тоже хорошо питать, потому что надо, 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 сейчас питание тоже в холодное время года, так, ну вот он прям гель, видите, он на коже растаял, такой в водичку превратился, что будет дальше, интересно, он пока вообще не впитывается, ну тоже можно легкий массажик еще сделать, вообще не впитывается пока, но он очень легкий, надеюсь, хотя бы увлажнять будет хорошо, иначе я буду ночной крем на день использовать, а это шикарное золото на весну, на теплую весну, не, а не впитывается пока, видите, такая вот водичка на лице, еще, ну ладно, подождем, ну что хочу сказать, уже хожу 10 минут, почти впитался, но есть липкость, сильная липкость, то есть даже сильнее, чем от сыворотки, видите, по типу как от геля алоэ, вот такая вот сильная липкость, я думаю, что еще минут через 10 все пройдет, видите, прям кожа как прилипает, это не критично, это наверняка сейчас пройдет, но в целом, что хочу сказать, нам обещают сияние кожи, сияние кожи есть, такое здоровое сияние кожи, нам обещают упругость, упругость есть, мне нравится, потихоньку, вот где впитывается, липкости уже нет, вот лоб у меня быстро впитал, тут уже липкости нет, но остается вот такое вот сияние, это хорошее увлажнение, питание, ну в принципе кожа везде мягкая, то есть вот сухость, если была, то она уходит, в принципе нормально, нормально, буду пользоваться на постоянной основе всей серии и обязательно потом, если будет что-то сказать, расскажу и в обзорах каталога и, конечно, в пустых баночках, буду прям только этой серии пользоваться, но вот пока вот где еще не до конца впиталась, прям липнет вот так вот сильно, то есть нанес быстро кремушек, собрался на работу, побежал, нет, так вот не получится с этой серии, нужно дать ей какое-то время, хотя, ну нет, на эту липкость тональный крем ляжет плохо, если вы им пользуетесь, да, поэтому нужно все-таки дать время, то есть пошли умылись, потом уже пошли пить кофе, собираться, и когда все впиталось, только потом наносим макияж. Ну, минут 10-20, то есть понадобится, чтобы кремушек на коже осел. С зимним такого нету, вот, ой, с зимним, вот, я его уже в зимний записала, с ночным, с ночным кремом такого нету. Ну, интересная, интересная новинка, кожа действительно очень упругая, прям вот это ощущается тактильно, она прям очень упругая, плотненькая такая сразу, классно, мне нравится, прям плотненькая такая, хорошая, упругая. Наверное, из всех кремов Фаберлик у меня такого никогда не было, вот именно по упругости. Гиалуронка мне дает упругость, да, какой-то, коллаген дает упругость, но не такую, не сравнить. Здесь прям плотненькая, упругая кожа, очень красивая, мне нравится. Еще вот это вот сияние. Ну, и на этом все, мои хорошие, мне серия понравилась, буду пользоваться, держать вас в курсе, надеюсь, была вам интересна и полезна, ссылка для регистрации Фаберлик всегда под видео. Всех люблю, целую, всем пока-пока.